Всем огромный привет! Вы на канале Вечное Лето. Всем привет! Мы находимся в Стамбуле. Наконец-то прошли все дожди. Мы записались на экскурсию и даже на неё приехали. И сегодня мы будем показывать вам красоту. Встречаемся мы в этом Макдоналдсе, но приехали мы на час раньше. В общем, Макдоналдс пока закрыт, поэтому мы решили зайти в местное кафе и позавтракать. На завтрак я заказала чесевичный суп, курек, салат, и огромный чай. Да, я все это съела. Можете не сомневаться. Так, не вкусно. Вкусный, нежный. Я его сначала не сказала, потому что он местный едят, но мы тоже хотим. А тут так прикольно выбираешь, подходишь, пикаешь, блюдо, какое хочешь себе готовить. Ты можешь сам составить турецкий завтрак и брать, допустим, мед или то, что ты не ешь. Если честно, яишенка мне не очень нравится. Какая-то она слишком кислая, как будто лимон добавили. Как кисло-кисло. Я люблю, когда более спокойные вкусы с утра. А сейчас Саша вам скажет по-турецки, как сказать, принесите мне, пожалуйста, еще один чай. Ну-ка. Бир, бардак, даха, чай. О, видите, прогресс. Наш завтрак вышел на 238 бир. И мы сейчас, ну, пока ждем нашу группу, проходим мимо кафе. На кафешке уже вовсю готовятся к новому дню. И здесь еда. Много домашней еды. Посмотрите, какая баранин сочная, классная. Город просыпается. И мы увидели, что в кондитерскую очередь. Наверное, за калачами. Как это я про куклу очередь? Я же всегда в очереди стою. Надо, не надо, я всегда стану. И мы зашли в Синерную лавку пока что. Посмотрите, что здесь продается. Посмотрите, какие красивые чайные наборы. Вот, мне кажется, все, кто был в Турции, привозили такие стаканчики. Мы тоже. Если привозили, напишите в комментариях, права ли я. Пьете вы из них или нет? Вот мы, честно, ни разу не доставали. Вот купили, так переживали, чтобы довезти. И в треховце завернули. Ни разу не доставили. Что делать, если мы пока не открылись? А люди так и норовят прийти, что-то купить. Показываю ноу-хау. Поставить швабру. Хочу, гениальный просто. Сразу понятно, прохода нет, шлагман закрыт. Экскурсия собирается. Пришел наш гид. В общем, наш гид Махмуд. Говорит по-русски, все рассказывает. Интересно, подробно. Туристы, когда 150 лет назад приехали сюда, в Истамбул, увидели внутри керамика. Все такой синий свет, поэтому называли клумос англичанами. И название так осталось. У нас в Турке особенно пожилее люди не знают. Этот обелиск привезли из Уксора. Ему более 3500 лет. Это оригинал. Керечанка, бандиты ее украли, она попала в гарем. И султан Ахмед официально женился на ней. Султан очень редко официально женились. Это могила. И султан Ахмед. Ахмед очень молодой заставший. В общем, мы спустились по землю. В базилику. Три года она была закрыта. Нам повезло сюда попасть. Данное место очень красивое, мрачное, загадочное. И это добавляет какого-то волшебства. Раньше здесь даже не было света. И туристы, которые хотели посетить, приезжали сюда на лодочках с фонариками. А сейчас вот открыли. Три года была закрыта. И теперь туристам ее сюда войти. Вход стоит 190 лир. Раз уж приехали в Стамбул, обязательно зайдите. Колонны и пол из белого мрамора. И белый мрамор сохраняет воду чистый, свежий. И здесь такое ощущение, как будто ты в бане. После улицы, где ветер и холодно, сюда заходишь так тепло, душно, жарко. Субтитры подогнал «Симон»! Так, у нас остается буквально 5 минут, чтобы собраться и пойти наверх. Мы тут в экстренном порядке успеваем. Саша успевает. Одной рукой снимает, другой фотографирует, третий историю записывает. Четвертый еще пытается поймать, где тут гид. В общем, в таких экскурсиях проблематично снимать. Но обязательно стоит посетить. В конце мы поделимся выжимками, что мы узнали, что усвоили. Еще обязательно прогуляемся к интересным местам. Посмотрите, какие милые данники мы проходим. Мы сейчас прямо в самом центре. Много кафешек, кофейн, ресторанчиков. И, кстати, мы сегодня пойдем обедать в какое-то местное заведение. Будем есть очень вкусный кебаб. Ребята, заходите в наш телеграм-канал «Вечное лето». Там мы выкладываем все наши фоточки. И, конечно же, ставьте лайк на это видео. И если еще не подписывайся на наш канал, обязательно подписывайтесь. Вообще, первая экскурсия в новом месте – это всегда очень волнительно, ответственно. Я вспоминаю нашу первую экскурсию в Египте. И мы стоим в музее. И там спрашивают, кто мне ответил, как звали женщину-фараона. И наша группа... Я думаю, да, конечно, никто не знает. И вся наша группа толпой. Хочу эпсу! Я думаю, вы откуда это знаете? Вы че? Бочки! Ну, и меня стало очень не по себе. Я думаю, я че с другой планеты? Может, я не те фильмы смотрю? Может, я родилась не в том месте, не в то время? Потом с людьми разговаривались. Оказывается, они уже пятый раз на экскурсии. И на каждой экскурсии их спрашивают. Экскурсии разные, но тема одна и та же. Я думаю, слава богу. А то я думала, со мной что-то не то. О, лавка золота. Меня бы какого, а настоящего. Мы тут приценялись в обмене. 10 грамм золота стоит 35 тысяч рублей. Вот, ну, лиры перевели в рубли. А в России дешевле. 32, что ли? Вот, хорошо не купили. Хотели килограмм... Ну, килограмм 2-3 взять домой. Хорошо не купили. Мы идем на Гранд Базар. Посмотрите, как здесь красиво. Не знаешь, куда смотреть, налево или направо. А еще запахи еды меня постоянно отвлекают от познаний. Вот. Не думаю, что мы что-то будем покупать на рынке, потому что у всех свои благ и свои дела. Но посмотрим, что там продается во всем на заветном. А, смотрите, какой миленький здесь охранник. Мировая, мой рыжий друг. Если честно, я в таких местах не очень люблю покупать. Почему? Потому что это туристическое место. Значит, цены будут выше, чем в супермаркете. А много из этого можно купить в обычном магазине, где закупаются местные. Во-вторых, мне тут как-то небезопасно. Очень много туристов, очень много людей. Я всегда думаю, вдруг я куплю, а у меня украдут все. Все мои покупки. Весь мой лукум убежит. Ну, это, конечно, глупости. Просто я не знаю, если я что-то куплю, я вот так вот потом пойду. Следующее. Здесь как бы нет фиксированной цены. А если есть, то она, как правило, заобычная. А торговаться я не люблю. Почему не люблю? Потому что у меня не получается. Вот, например, цена 100. Я говорю, а можно 80? Они такие, нет. Я такая, ну ладно. Все, поторговалась. Ой, какие красивые светильнички. Всегда обращаю на них внимание. И здесь на этом базаре очень много лавок с золотом. Это настоящее золото. И вот нам гид сказал, что женщинам они дарят именно желтое золото. Местные женщины любят вот такое лимонное золото. Белое, когда даришь, говорят, они недовольны, потому что на золото не похоже. А они любят на свадьбу зарядиться, чтобы все сияло, все было красиво. И говорят, что в некоторых лавках устраивают скидки на золото. И большие очереди бывают. Почему я еще не люблю покупать сладости на рынках? Потому что они открытые. И все ходят, кашляют, чихают. Пусть пойти в супермаркет, там на витрине. Закрыто. Все свежее. Набрать коробочку спокойно. Пойти домой и не торговаться. Ничего. Когда прохожу мимо таких лавок с золотом, вспоминаю сцену из моего любимого сериала «Клон», мой любимый бразильский сериал, когда Латифа выходил замуж, а у ее мужа не хватало денег на все золото, которое она выбрала. И ей Зарайда говорит, что ты можешь отказаться от брака, если тебе мало золота. Или согласиться, но взять меньше. И она такая, я это не возьму, мне не нравится. Из-за того, что поскромнее. У нас тоже такой гранд-базар был в центре. И на стадионе был, и на вокзале был. Четыре минарета обозначают символически Сулейман после завоевания Истамбула, а четвертый султан. Мы зашли в мечеть, покрыли волосы, разулись. Скоро начнется молитва, и пока она не началась, можно прийти посмотреть, что внутри. Внутри очень красиво. Конечно, мечеть впечатляет своими размерами. Да, он еще сказал, он готовил 256 кувшин, вот такие глиняные кувшины, вверх ставил, чтобы акустика была хорошая. То есть раньше микрофона не было, электрика нет. Акустика, священник там Коран читает, или проповедь идет, а чтобы здесь человек тоже, который сидит, чтобы им слышно было. Здесь, кстати, есть стойка с книгами. Книги абсолютно бесплатные. Можно взять, например, Коран. Так интересно, здесь живое меню, образец, готовые блюда. Как что вы видите? Баранина с картофелью. Баклажан и картошка, 120 литров стоит. Хорошо. Да, таман. Баклажан и говядина. Караб-кебаб называется. 90 литров стоит. И токсан, да? Это гуляш, венгельский гуляш, 100 литров. Мясо, говядина и картошка, то есть таман. Это шаурма, по-турецки дюнер-кебаб. Здесь вкусно, обычно. Вон там режут этот главный баклажан. Есть баклажан. Я взяла гуляш по-венгерски. С говядиной. А у Саши баранина с картошкой. И то, и другое очень вкусно. Даже не могу определиться, у кого вкуснее. Идеально тушеное, мягкое мясо, свежее. Очень вкусно. И по специи он по соли прям 5 с 5 минут. Как хорошо, что мы взяли экскурсию. Мы бы сами и половину не прошли. И это уж не говоря о том, что мы ничего не знаем, сколько вот Тос его рассказывает. Маршрут составлен таким образом исторический. Из одного места в другое. Сначала тебе рассказывать, потом ты смотришь. Вообще очень круто. А сам приедешь, потеряешься, толком ничего не поймешь, скажешь, что мне ничего не понравилось. И сейчас мы пришли на египетский базар. Еще его называют базар специи. Здесь продается, естественно, не только специи. Куча всего. Всякие сувенирчики, игрушки. Вешалки. Да, это вот. Думаю, пойду на базарчик, вешалки куплю. Это малая голубая мечеть. Вот так она выглядит. Тоже красивая мечеть. Везде керамика. Посмотрите на стенах. Все украшено так. Ждается, этот художник умер, и больше другие художники не могли так рисовать. Только представьте, каждую плитку художник расписывал вручную. И рисунок. У них же не было опечатано станка, поэтому здесь все эксклюзив, ручная работа. Сейчас мы плиткой выкладываем, одна к одной, все понятно. А представьте, в те времена каждую расписать. И здесь вон сколько этой керамики. Наш кит Махмуд всем девочкам подарил вот такие магниты из керамики. Ребята, просто прочувствуйте эту атмосферу. Такое ощущение, что мы сейчас не в 21 веке, а в 19, или даже в 18. Вот так хочу посидеть. Да, вот как местные сидят и едят. Здесь продается кофе, и дают пробовать. Огромный выбор из разных стран. О, и здесь кофе, можно взять что-нибудь вкусненькое. Шоколад с фундуком или апельсин с шоколадом. Где кофе продавали здесь? Одна семья они сделали. Такую реставрацию сделали 10-15 лет назад. И здесь люди придут, тоже чай пьют, кофе пьют. Кофе на песке готовят, знаете. Вот это место, дорогие гости, 300 лет назад, где печка была. Самый внизу огонь, деревесину приставки. Вверх большой казан, и внутри этого казана семечки, вот так, то есть, жарили. Да, 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 жарили кофе. Здесь продавали уже. Ох, ребята, народу. Я уже не понимаю, где мы находимся, откуда пришли, куда идем. Стамбул, сладкий город. Вот, посуду, лавки, снахат лукум, конфеты, пахлавой. Посмотрите, какой здесь выбор. Просто держаться очень сложно. Это я вам как-то, конечно, говорю. Я не водил в Багдад с каравана, не возили оттуда щелк и хлоп. Наклонив своим прессивным станом, на коленах дай мне отдохнуть. Как здорово, он закончил экскурсию стихом Есенина. Я, если честно, такого даже не знала. И я вот смотрела на нашу группу, ну, прям все до слез. Вот, конечно, мы аплодировали. И сейчас он предложил попить вместе кофе и пойти в собор Святой Софии, потому что утром, когда мы хотели туда пойти, была огромная очередь, и мы решили немножко менять экскурсию. Сейчас попьем чай или кофе и продолжим гулять. А кто не хочет идти, может идти по самим делам. Экскурсия началась в 9.30, сейчас время 15.30, то есть мы гуляли, получается, практически 6 часов. Прошли за это время 11 тысяч шагов. Вторая попытка посетить собор Святой Софии. Да, вторая. Бо, что, перед тобой будет? Да, народу просто дофига. Что, мы тут надолго? Мы гуляли и вывернули на башню. Это у нас Гавадская башня. Так, чтобы подняться, надо оставить очередь. Вообще, ребята, здесь очередь не только на башне, но еще и за билетами. И просто билет, чтобы подняться, стоит 175 лир. Купили билеты, вышло 350 лир. Внутри оказывается лифт, и лифт не простой, а с экранами. Золотой. Да, с анимацией. Все, приехали. Приехали. Я думаю, пешком будем подниматься. А нет, здесь все благоустроено. Ну что, поднялись наверх. Погода нелетная. Мы все равно выйдем на улицу, чтобы полюбоваться потрясающим видом. Проходи. Ой, не надо меня краю, не надо. Спасибо, я тут постою. Вот это да. Жалко, конечно, что не солнечно, но очень красиво. Если честно, думал, очередь будет долго двигаться, но нет. Прошли ее буквально минут за 20, и вот мы уже здесь. Поэтому, если будете думать, стоять или не стоять, стойте, это быстро. Тем более, такую красоту надо обязательно увидеть. Значит, все дождь. Просто. Там пульский дождь. Я выгадывала погоду, смотрела. Все равно попали под дождь. Сегодня вообще не должно быть дождя. Пролив Босфор. Это у нас, получается, выход в Черное море. Такой морской путь. Поэтому за эти земли на протяжении всей истории человечества велись ожесточенные бои. Поэтому город переходил из одних рук в другие. Во времена Византии он был Византией. В честь правителя Византии, который его основал в 7 веке до нашей эры. Потом сюда пришла Римская империя. И когда правил Константин и император, он назвал этот город Новый Рим. А сначала его разрушили, потом отстроили по подобию Рима. Все было в таком европейском стиле. Даже райских птиц сюда привезли, чтобы создать ощущение рая. Все было в цветах. Здесь развивалась индустрия парфюмерии. Очень вкусно пахло. Много женщин из Европы приехали. Потому что модно было жить в Новом Риме, а не в Риме или в Милане. И потом переименовали город в Константинополь. Потому что император был Константин. И людям не очень нравился Новый Рим как название. Поэтому переименовали. Одно время Константинополь был столицей Римской империи. Сюда перенесли столицу. И здесь жить было модно, престижно. И был он столицей до 330 года. Почему еще Новый Рим? Потому что данный город, так же как и Рим, стоит на 7 холмах и разделен на 14 районов. С 330 года он был столицей Римской империи. До 1453 года, когда сюда пришли османы, захватили. И город стал принадлежать Османской империи. Здорово, что здесь есть открытая смотровая площадка наверху. Можно любоваться видом не сквозь. Грязные стекла, как это иногда бывает в разных туристических местах. А вот прям так на открытом воздухе. Благо погода позволяет. Смотрите, какой красивый лайнер. Если вы когда-нибудь были в круизе, напишите, это правда так круто, как это выглядит и звучит? Или ничего особенного? Потому что у меня, честно, есть огромная мечта отправиться с Сашей в круиз. Такой не на два дня, а серьезный круиз. Две недели плавать, пить вино, наряжаться к ужину, гулять по палубе, наслаждаться морским бризом и периодически выходить в разных городах на экскурсии. А вечером опять возвращаться и ужинать на таком красивом лайнере. Вот я надеюсь, что моя мечта осуществится. Хотя верится сейчас трудом. Сейчас вообще не до этого. В общем, ребят, мы сделали много красивых кадров. Заходите в наш телеграм-канал, чтобы на них полюбоваться. Мы туда выкладываем все наши фоточки. Там же наш чат, можете пообщаться, задать вопросы. Мы спускаемся вниз и смотрите, какая здесь лестница. Чем ниже, тем она меньше. Ой, узко страшно. Вот так, кстати, выглядит башня со стороны. Мы спустились и сейчас Ветя хочет сходить в один магазин. Я? Да не боже мой, с кого ты меня принимаешь? Тоже мне наговорил. Ну, вообще, да, хочу. Магазин Ванс. Мне нужны кеды. Черные, удобные. Я сравнила цены везде. И здесь они получаются выгоднее всего. Конечно, атмосфера праздника, отдыха и Европы. Я только чувствую, что я в Флоренции, в Барселоне. Но не в Турции. Какое-то все европейское. Даже европейцы. И вот эти вот кафешки со столиками на улице. Все эти здания, музыка, запахи. Ну, вообще, вообще классно. Несмотря на то, что сегодня понедельник, людей полно везде. Везде очереди. Мне кажется, Стамбул это один большой магазин. Здесь везде что-то продают. А еще сегодня мы с Сашей сошлись на том, что Стамбул вообще не похож ни на Анталию, ни на Аланию, ни на Кемер, ни на Каш. Это как будто совершенно другой мир, другая планета. Вот как в Европе. Вот как в Европе. Мы вышли на Арбат. Немного пройдемся по прогулочной улице. Здесь очень красивое здание. Потрясающая атмосфера. Много уютных кафе, ресторанчиков, магазинов. Мы пришли в фуд-холл. Это такой поворотик в главной улице. И здесь много кафешков разных. Но меня заинтересовал этот магазин. Я как ребенок увидела что-то яркое, сочное и сладкое. Давай зайдем, покажем. Смотрите, какие здесь сахарные жабы. Много всего. Такое все миленькое. Все сладенькое. Мармеладки. Огромный выбор. На фитке. И мороженое. Вот так должен выглядеть кондитерский магазин. Я должна попадать в детство, приходя сюда. Хочу себе кеды. Есть у меня один такой загон. Люблю покупать в официальных магазинах. Не в стоках, где все-все-все. А прямо вот в фирменном. Модель, которая мне нравится, стоит 1619 лир. Надеюсь, что есть мой размер. Прикольный цвет по миру, но размер ей не подошел. Говорит, сидят не очень удобно, поэтому решила не брать пока. Мы же так много шатаемся. 39-й мне маленький, 40-й мне большой. Спасибо. Здесь классно прогуляться вечером. Сегодня поесть, подышать, людей посмотреть, себя показать. Отовсюду запахи еды, как и марят. Так, смотрим, что у нас здесь готовят вкусненькое. Шашлычки из него. Ой, какая красивая котлета. Как будто мне ее бросил. Давай, давай, я съем. Вот, кстати, можно здесь перекусить. Мне кажется, домашняя пустая еда. Здесь, получается, берете поднос и набираете, что будете есть. Мы набрали много всякой еды. Я выберу мясо, салат, десерт, всякий взял рис и тоже мясо. И свеклу, чтобы мы подумали, да, вместо салата. Что-то надоело мне есть салат. Думаю, поем свеклу. Пробуем еду. Вкусная, тушеная. Смотрите, с такой подливочкой. Здесь картофель, баклажаны, помидорки, горох. И все это идеально сочетается между собой. Идеальное тушеное мясо, которое прям разваливается на волокнах. Большая, красивая порция. Блюдо ароматное. Прям не жалею, что взяла. С рисом будет отлично. Я еще попробую твою курицу, чтобы сказать, уколов вкуснее. Давай пробуем. Мы разместились на втором этаже. Здесь удобно. Тоже вкусная. Прям тушеная. Обалденно. Послушайте, мы точно в Стамбуле? Посмотрите. Это напоминает мне базилику Санта-Мария-дель-Фьори. Да? Что-то итальянское, испанское. Никак не турецкое. Играет очень красивая музыка. И посмотрите, какая эффектная подсветка у зданий. Помогает лучше их рассмотреть. И мы с Сашей идем, вот так приобнялись и играет пианино, такая трогательная песня, как будто из романтического фильма. Прям очень романтичная улица. Вообще здесь классно гулять, зайти куда-нибудь поесть, посидеть, пообщаться. Мне кажется, этот город создан для того, чтобы ходить в какие-то уютные заведения и общаться. И признаться в любви. Я так рада, что у нас есть возможность путешествовать. Блин, я так счастлива. Мне кажется, ну, я не могу сказать, что это лучшая в моей жизни, но это важная составляющая моей жизни. Когда я сижу долго дома, я прям страдаю. Мне хочется чего-то нового, вот такого, как сейчас. Еще здесь ходит вот такой веселый трамвайчик. Концерт на колесах. Прям по проспекту. И сегодня мы с Сашей решили устроить себе программу развлекательную самостоятельно, без экскурсий. Мы отправляемся в одно очень интересное место, которое, я думаю, понравится всем девушкам и женщинам нашего канала. Мы сейчас гуляем по Стамбулу, и у меня такое ощущение, что здесь можно бесконечно ходить на экскурсии, и все равно все не узнаешь. Потому что здесь столько интересных мест. Я не знаю, наверное, надо год ходить по всем экскурсиям, тогда только все узнаешь. И то, вряд ли. Просто посмотрите, сколько людей на улице. И так практически везде. Очень много людей, потому что город густо населенный. Здесь, по разным оценкам, от 15 до 20 миллионов человек проживает. Поэтому, что в центре, что не в центре, везде людей очень много. Ребята, без навигатора здесь сделать вообще нечего. Если вы не будете брать экскурсии по центру, чтобы хотя бы немножко ориентироваться, то заранее ставьте все точки, которые вам нужны, чтобы двигаться по карте туда, куда вам нужно. Сколько тут всего. И все вместе. Еда, свадебное платье, школьные рюкзаки, украшения, короны, бургеры, калачи, жареные каштаны. Много-много людей. Смотрите, какой красивый отдел с фруктами. Здесь можно без проблем оплатить карты. Главное, чтобы у вас была карта. Турецкая. Да, которая работает, потому что карта МИР не работает. Всегда понимает настроение. Когда приезжаете в Стамбул, вы должны определиться, где вы будете жить. В центре или не в центре. В центре чем хорошо? Пешком до всех достопримечательностей. Очень красивая архитектура, старинные здания. Но это не совсем настоящий Стамбул. Люди пишут, что ты живешь как будто в декорациях. Красивой сказки. Но если хочешь видеть настоящую стамбульскую жизнь, то нужно выезжать за пределы центра. Плюс в центре дорого и не очень вкусно. Потому что местные, как правило, тут не особо едят. Рассчитано на туристов. В общем, надо знать места, где вкусно. Сегодня поели, завтра уехали. Есть, но чаще всего не так вкусно, как за центром. Но вообще лучше жить в центре, потому что здесь много достопримечательностей. Ты вышел и гуляешь сразу. Да. То есть свои нюансы. Надо подготовиться. А за центром очень вкусно, недорого, но очень долго добираться. Часа полтора-два. Но это зависит также от места. Вот мы живем далеко, там пожили, поняли, что это, и хотим теперь переехать ближе к центру. И что самое интересное, наш номер с завтраками, который находится в часе езды у центра, стоит 850 лир. И за эти же деньги можно снять в центре. Просто нужно поискать, полазить. Конечно, номера могут быть чуть похуже. Завтраки надо смотреть, какие. Ну, в принципе, плюс-минус за эти же деньги можно снять номер прямо в центре. Вот это заведение. Оно называется ТАХ Истанбул. И мы уже видим красивые фотографии. В интернете много классных фоток по запросу в Стамбул. И все они сделаны в основном здесь, на этой крыше. Это фотостудия. Туда может прийти любой желающий. И за 40 долларов сделать классную фотографию с видом на залив. Пойдемте посмотрим, что там есть. Я забронировала время на 4. Еще в них можно будет взять красивые платья. Очень, смотрите, какой здесь выбор. Стоит 55 евро вместе с костюмом. Да, 15 евро за костюм. Я как будто в гримерной великолепного века. Да? Какая красота. Я хочу что-то очень красивое. В общем, ребята, я не удержался. И решил тоже поучаствовать в фотосессии. Так что меня уже одевают. Ну супер вообще, принцесса. Вот. Ну как? Ставьте лайк. Ставьте. После того, как мы нарядились, берем с собой телефоны и поднимаем... Ой, боже. Так. Юбка придерживая. Да, тут у меня юбка задевается. Надо аккуратно идти. Как они ходили вообще? Так смешно. Ну мы с ребятами все пришли сюда в обычной одежде. А сейчас кто в чем сидит? Все цари. Все императоры. Вот умели раньше люди одеваться. Да? Не то, что сейчас. Вот ты выходишь. Вот я вышла из Примерчины. Все на меня посмотрели. Обычно выхожу, никто на меня не смотрит. Вот так вот надо ходить. Каждый день. Красиво. Кстати, тяжелые костюмы. И халтур какая-то с Алиэкспресс, где все отваливается. А прям бисер, смотрите, пришит такой хороший, качественный. Вообще классный. Начинается фотосессия. Сначала пофоткаю цвету, а потом уже присоединюсь и я. Смотрите, какой здесь открывается потрясающий вид. Можно выйти на такой балкончик. После фотосессии нам предложили кофе. И сладенькое из таких красивых золотых чашек. С таким обалденным видом. Очень-очень приятно. Сейчас как раз, знаете, такие эмоции классные. Не хотел снимать наряды. Приделся в обычные. И стал обычный. Хочется ходить ярко. Вот. Ну, сейчас мы будем обсуждать, как все прошло. Мы, Саша, еще 1500 фоток сделали сами на телефон. Нас никто не выгонял. Мы и так, и так. И суровый взгляд. И добрый взгляд. И караченный взгляд. Каждись. Мне кажется, человек в роли султана быстрее вживается, чем в роли раба какого-нибудь. Да. Вот сразу легко. Почему там нет, это костюм раба, да? Никто не хочет. В кандалах никто не хочет быть. Тебе хотят корону, серьги. А прикольно было бы, что такая фотосессия, ты раб. Тебя приколывают к веселям. Хотели бы такой фотосессии? Мне кажется, нет. Давайте попробуем кофе. Очень вкусный, крепкий. И как будто на сливочном масле. Такой сливочный вкус. Обалденно. Ну, с таким видом, что-нибудь попить кофе. Саша, спасибо, что всерьез отнесся к моей идее с фотосессией. Спасибо, что поддержал. Спасибо, что оплатил. Привез. И так классно мы сдаем в любви. Из-за всех мужчин, которые поддерживают такие идеи в своих вторых половинах. Девчонки, если будете в Табуле, предлагайте своим мужчинам. Я смотрю, мужчины там тоже входят во вкус. И так, и так, и так фоткаются. Классное развлечение. И недорого. Ну, потому что такие фотосессии, они обычно дороже. В каких странах, вот я знаю. Поэтому приезжайте. Часто вижу такие фотки в интернете, но не пишут, где это сделано. Я обыскалась от ресторан, думала, где такое кафе. А нет такого кафе, это фотостудия. Вот раньше, Кайс, я ходила на такие фотосессии ради лайков. Потому что они всегда много набирают. А сейчас, не знаю, мне уже как-то не особо важно, сколько лайков. Я хожу для себя. Потому что жизнь так быстро летит. И хочется запечатлеть прекрасное мгновение. Я за собой замечаю, что когда мне грустно, скучно, я пересматриваю фотографии из наших путешествий. И вот такие фотосессии из Дубая, с Египта. Они прям особый восторг вызывают. И ты сразу теплотой стреминаешь эту поездку. И поэтому я хочу с каждой поездки делать такие фотосессии, которые передают колорит страны. Которые меня снова будут погружать в то путешествие. Жизнь так быстро бежит, мы так быстро меняемся. Так почему бы, если есть возможность, не запечатлеть прекрасный момент? Вот здесь выжимают масло черного тмина. А вот эта колбаска ползет, это то, что от него остается. 250 грамм, 120 грамм, более-менее 200 грамм, экономически. А маленькие? И 40 грамм, 50 грамм. Вы просто посмотрите, какой колоритный отдел с напитками. Можно взять лимонад, свежийший сок и еще вот это молоко. А, с корицей, у меня аллергия. Супер, аллергия. Корица. Я такое не могу, у меня сразу горло раздувается. А сейчас вкусно. Да, ну вот это кофе с корицей. Нам рассказывали про Сулеймана, из сериала «Я знаю, какой это такой». И про любовь всей его жизни, Роксолану. Я слышала все 4 часа, ну когда же будут говорить про Хюрем. Я знаю Хюрем. И я такая говорю, а вот он любил Роксолану, а Хюрем. Он говорит, Роксоланой есть Хюрем. Хюрем так называли в Европе Роксоланой. Бесконечный рынок. Мне кажется, это город, рынок. То есть вот этот район, он все, рынок. Это вообще. Я такого большого рынка в жизни не видела. Так странно, как нас зазывают в тату-салоны. Типа, заходите на тату. Вот как они себе это представляют? Я человек без единой татуировки. Иду такая по Стамбулу. И он, заходите на тату. Я говорю, о, супер, давайте. Давайте зайдем? Давай. И мы заходим. Какие тату желаете? Да, любые. Какая у вас самая ваша любимая? Ну вот это хорошо. Давайте, бьем. Да вы что? Если я решу сделать тату, то я 1500 лет буду выбирать рисунок. Ну, это же не кебаб купить. Заходите на тату. А, пошли, сделаем. В общем, посмотрели три отеля. В интернете было написано, что завтрак будет. Завтрака нам сказали, там нет. А на деле йог. Нашли сейчас еще одно местечко. Посмотрим. Мы пришли на улицу производств. Здесь много чего шьют, изготавливают. А вот здесь делают луи-виттон. Смотрите, это канва у нас расцветочка. Ну, конечно, не настоящий луи-виттон. Поделочки. Чего это только не навидалось. Кто-то делает туфли, кто-то каблуки. И вот кто делает туфли, покупает у них каблуки. Приклеивают и продают. Как правило, производство наверху или внизу. А на первом этаже магазин. В общем, днем проходили. Зашли в отель. Здесь есть свободные номера. Ну, сейчас хотим посмотреть, как выглядит номер. Здесь, кстати, нормальные цены. Пахнет вкусно. Отлично. Ютубер? Не, нравится. Да, и шкаф есть. И завтраки есть. И цена нормальная. И в центре. Я думаю, надо бронировать. Да. Этот отель нам понравился. Мы его забронировали. Завтра будем переезжать. Так что нашли то, что нам нужно. Новый отель. Чистенький, свежий. Вкусно пахнет. Потому что по фоткам непонятно. По фоткам классно, приходишь все прокурено. А я не могу когда прокурено. Знаете, вот когда днем из года в год курят, у меня потом аж голова болит через два часа. А тут прям свеженький отель. Ой, хорошо. Правда, раздельные кровати. Ну, ничего страшного. Мы все равно деремся каждый день за одеялком. И, ну и что, раздельные кровати? Это нисколько не мешает ни дьему. Ничего еще, кстати, неизвестно. Она сказала, зависит от того, какой будет номер свободный. В любом случае, за 900 лир, новый отель и с завтраком. Кстати, если вы думаете, то, что мы сняли в каком-то плохом месте, ну, здесь отель Рэдисон. Мы вообще хотели в Рэдисон снять. Ну да. Потом подумали, ой, нафиг он нам нужен. Пошли в этот. Ну да. И пошли в тот. Получается, смотрите, мы спускаемся по этой улице, и там наш отель. Если подняться, то здесь сразу метро и напротив Гранд Базар. Вообще, все рядом. Быстренько покажем вам меню, пока нам несут еду. Смотрите, есть блюдо за 70-75 лир. Вот, например, кебаб. Курица по 70. Шашлык 150. Вот шашлык из курицы 70. Рыба 130. Есть супы с салатом, закуски, булгур. Даже сладенько есть. Порция пахлавы 3 штучки 50 лир. Хорошее место. Я взяла еще пиде за 75. Вообще, в центре все дорого. Вот сейчас в одно кафе заходили. Там блюда от 150 начинаются. Немного курицы там. Ну, это нормальные корки, но 150 за блюдо здесь есть 70. Поэтому будем показывать вам классные места. Горошее место, где просто недорого. Если нам здесь понравится, то рекомендую. Нам принесли еду. Посмотрите, под этим тонким одеяльцем спит люляшка. Не сказать, что большая. У меня курочка. У меня тоже много курицы. Тоненькие лаваши. Мне положили булгур, хотя я просила рис. Мне потом принесли еще рис. Ну ладно. Давайте попробуем мясо. Ой, какая острая люля. Вкусная. Здесь два вида люля. Есть классическая, есть острая. Вот у меня острая. Прямо в горле горит. В меру жирненькая. Идеально по соли. Единственное, бывают порции чуть побольше. Ну ладно. Зато она длинная. Есть еще картошка, но я ее не очень люблю. Давайте попробуем булгур. Мне, кстати, в комментах пишут, как можно не любить жирную картошку. Первый раз вижу такого человека. Не знаю, больше по макаронам. Вкусненько. Еще мы никогда не игнорируем запеченные овощи. Вот этот перец, он очень вкусный. Многие его боятся, думают остро. Но это совсем не остро. Он такой даже немножко сладковатый. Ой, как горит. Это не из-за перца, это из-за того, что Александр заказал мне острую люля. И сейчас мы попробуем пиде. Смотрите, какая красота. Есть пиде на толстом тесте, а есть на тонком. Есть тоже, что самое вкусное пиде, которое я ела, но нормально. Неплохо. Неплохо. И заценил Сашину курочку. Курица вкусная, сочная, свежая. Не сухая. Самое то. Мне нравится курица, люля отличная. Рис вкусный, в виде неудачный. Стать на удивление, вкусная курица не сухая. Заведение недорогое. Но тем не менее, вкусно готовят. Чаечек нам сказали бесплатный. Надеюсь. Но мы ориентировались, где местные едят и где много людей. Еще мы очень любим вот этот перец на мангале. Многие его оставляют и зря. Он очень вкусный и вообще не острый. Да что ж, ты мне не даешься. Возьми просто вот так. И вот так. Очень вкусно. И семечки вкусные. Мягкие. Пролетают незаметно. Не остро. Там сладенько. А вот есть такой маринованный перчик маленький. Ох, он коварный. Я однажды съела. Очень острый. Так как мы переезжаем в центр, вас ждут интересные яркие выпуски. Будем гулять всю ночь и снимать наше развлечение. А сейчас мы едем домой собирать вещи. И нужно выбрать 10 лучших фотографий, чтобы отправить фотографу на обработку. Мы переехали в другой отель. Он находится в центре. И здесь две кровати. Одна большая, одна маленькая. На троих. Но нам дали такой большой номер, а мы и не против. В общем, стоит 900 лир в сутки, включая завтраки. Буквально шаговой доступности все достопримечательности Стамбула. Это самый центр. Очень-очень круто. Вот заселились уже, разложили вещи. Давайте я вам быстренько покажу, что здесь есть. Синие стены. Такой интересный стиль. Королевский и современный. Лепнина. Высокие потолки. Теплый свет. Есть телевизор. Но нет холодильника. Сразу говорю, холодильника нет. Дальше здесь такая зона гардероб. И санузел. Все нормально. Только единственное, вот здесь приходится прям вот ютиться. Ну, слава богу, помещаемся. Вот так вот умываемся нормально. Есть фен, ну, такой вот унитаз, душ. Классно, что есть полка. Вот меня всегда раздражает во многих отелях, все классно, но сделать его полку. Все мои средства валяются на полу. Это неудобно. Ну, всего лишь делать полку и крючок. Я буду счастлива. И единственный, второй момент, единственный второй момент. Очень проблематично можно застрять. То есть сначала ты заходишь, потом закрываешь. Или сначала ты выходишь, потом закрываешь. Вместе не получится. Есть батарея, в номере тепло. Ну, как бы все. Если будут вопросы, задавайте. Есть место для чемоданов, что тоже немаловажно. В Стамбуле, кстати, в центре очень сложно найти большой номер. В основном такие и еще меньше. А цены у кого. Погодка отличная. Наконец-то вышло солнце. Я думала, что здесь солнца не будет. Но погода супер. Даже ветра нет. Хорошо, что мы теперь живем в центре Стамбула. Это такое штуку мы еще не пробовали. Традиционная еда турецкая, уличная. Я думаю, это надо попробовать в каждом. Проходите. И здесь такие маленькие стойки, где можно сесть и поесть. Очень удобно. На удивление вкусно. Во-первых, вкусный хлеб. В Турции очень вкусный хлеб. Огромный кусок. Пол батона. Мясо, специи, перец. Прикольно вкусно. Вместо ужина прям целое блюдо. Сечки лепестки. Ребят, за вас. У меня вообще с этим блюдом давняя история. Я знаю, что это называется какоречь. И вот сколько мы уже в Турцию ездим. Лет пять. Первый раз пробую. Если вы пробовали, напишите в комментариях, как вам. Мне очень вкусно. Простая еда. Яркий вкус. Насыщенный. Достаточно жирненько. Прям очень-очень вкусно. Специи делают свое дело. Мясо с дымком, с огоньком. Прям классное сочетание. Так как мы сегодня хотим в третий раз попробовать дойти в Святую Софию, мне нужен платок. Я решила его купить здесь. Всего 20 лир. Я вчера видела самый дешевый за 40. И такая, Саша, пойдем туда. Там были за 40. Да ладно, не пойдем. Сейчас найдем. Я думаю, где мы найдем? Смотрю, 20. Я думаю, беру. Надо выбрать цвет. Какой-нибудь нежный. Вот либо этот, либо этот. Ой, они же одинаковые. Если честно, думала, что это какая-то замануха. 20 лир. Сейчас начнется какой-нибудь цирк. Начнут еще водку, пиета, пиета. Нет, проф. Забрал 20 лир. Пакетик положил. Все, до свидания. Пока мы идем в интересное место на кофе. Покажем, что происходит на местном рынке. Повсюду продаются жареные каштаны. 100 грамм, 25 лир, 250, 375 и 400 грамм, 100 лир. Я один раз пробовала. Мне не понравилось. Вы сейчас скажете, какая цаца, все ей не нравится. Ну, правда, мне не понравилось. Вот, если вы пробовали, напишите в комментариях, как вам. Ой, здесь очень красиво. Мне здесь нравится больше, чем на улице, потому что тепло и такая красивая подсветка и все такое колоритное. Нет никаких поделок, странных вещей. Все только красивое и вкусное. Что это такое? Надо купить. Ой, давай купим. Что-нибудь, давай купим. А это что? Липа. Продается липовый цвет. Мы такой с папой каждый год раньше собирали, запасали на зиму, сушили и потом лечили простудные заболевания. Очень вкусный, получается, чай с липой. Он такой, какой-то тянущий, ароматный. О, феалутирный. Здесь можете купить. И еще, посмотрите, продаются различные травы. Давайте посмотрим золото. Мы когда были на экскурсии, быстро прошли, я даже не успела разглядеть все это. Вот, девчонки, признавайтесь, хотели бы вы себе в подарок получить такой золотой браслет, как из сериала «Великолепный век», «Клон». Стали бы носить такой? Обрадовались бы? Я бы обрадовалась. Подарок любой, даже шоколадской. Это приятно. Ну, а такое золотишко пусть лежит. Да, не вписывается в гардеробную. Все равно, как здорово, да? Полкило золота подарили. Разве это плохо? На наследство останется. Ну, есть, кстати, очень элегантные украшения. Нас угощают, не могу отказаться. Вот такой лукум, гранаты, парпорис. Это, кстати, что не так же. Что самое интересное, он говорит, что они без сахара. Мы решили взять немного сладостей, но сказали, что эти без сахара, просто гранатовый сок и орехи. И еще барбарисом посыпаны, а другие кокосовой стружкой. И мы просили нам нарубить, чтобы было... Ну, кофе. Сейчас пойдем и попьем кофе с луковым. Он еще красиво укладывает нам в коробочку. Не просто накидал все идеи, несмотря на очередь большая, а красивенько все, чтобы как на картинке, как в ресторане. О, это очень приятно. Вот так выглядит лавка. Они все похожи. Некоторые чуть больше, чуть меньше, но оформлены примерно одинаково. Здесь продается чай, мед, орехи, сухофрукты, пахлава, восточные сладости лукум, какие-то специи, аромамасла. Вон там, в межплодинке, даже икра есть. Вы только посмотрите. Судроценно. Очень красиво. Смотрите, это все очередь за кофе. Да, да, да. Наверное, хорошая точка, раз такая очередь. Ну и вкуснейшая, турецкая сладость, кюнифе. Готовят прямо здесь, на углях. Интересно. Поливают медом, жидким. Все это пропитывается, на костре томится, и получается нереально вкусная штука. Котвер и кюнифе. Прямо здесь продаются, и здесь готовят традиционным, старинным способом. Смотрите, какой старый сыр. Он выглядит, как будто ему 500 лет. Достопримечательность местная. И все дают пробовать. Смотрите, какая красота. Сырная лавка. Здесь готовят. Спасибо. Я так мимо проходила. О, ладно. Накормили. Вкусный. Обалденный. Секретное место. Вот так и не найдешь. Смотрите, написано. Бета Йенихан. Вот с правой стороны картины. Можно посмотреть, как это место раньше выглядело. Здесь тоже готовят кюнифе. И посмотрите, оно еще прокручивает тарелку, а потом переворачивает. Посмотрите, зажарилось ли. Чего только здесь не увидишь. Миллион чудес. Вот если бы я тут жила и мне было скучно дома, я бы всегда ходила сюда. Здесь и накормят, и удивят, и порадуют. Можешь что-нибудь домой купить. Так, вот это здесь пахлава. Вот такая 17 лир. Цельно нормальная. Такая 10 лир за одну штуку. 19 лир, но она такая большая. Вот это тоже 19, 18 лир. За килограмм 460. Да. И получается вот этот 49 лир, он здоровый. Ура, освободился столик, потому что мест нет. Возьмем турецкий кофе и попробуем наши сладости, которые мы купили. Накрылась моя аскеза медным тазом. Соблюдала я диету, не ела сладкого дней. Норма, норма. Пробуем пахлаву. Моя любимая фисташка. Пахнет кремом, фисташковым. Ну, почему она такая вкусная? Ну, почему? Нет, здесь она божественная. Очень много фисташки. Я даже не чувствую вот этих листов теста. Их как будто нет. Как будто просто фисташковая крошка с медом. Невероятно. А вот это тесто, оно только создает корочку, глазурь в сочетании с медом. Прям уносишься куда-то в пустыне. В общем, мы не удержались и взяли еще две пухловые. Вот смотрите. У меня полторы, можно сказать, цвета одна. Она такая вкусная, что мы не смогли устоять и не взять еще. Ну, когда я еще побываю здесь? Завтра. Завтра приду, послезавтра приду. А когда еще? Все. Принесли наш кофе. Смотрите, как подается турецкий кофе. Шоколад. Вот, вы можете даже ничего не брать. Кофе здесь дадут шоколад. Водичка. Пробуем элегантно. Пахнет волшебно. Ой, крепкий-крепкий. Так, что мне? Бахлаву, да? Бахлавы кусочек. Вот это счастье. Он говорит, счастье не купишь за деньги. Если это не поплава. Исключение составляет поплава. Так, и давайте попробуем. Ну, кум, что мы взяли? Гранатовый сок и много-много фисташек. Идеальное сочетание. Мы взяли с фисташкой и с барбарисом. Барбарис фисташка и гранат фисташка. Приходи сюда. заканчивается турецкий кофе. Если нет свободных столов, подождите. Это того стоит. Пусть выпить кофе здесь станет важным и ярким пунктом вашей программы в Стамбуле. За вас. Мы идем в собор Софии и заодно прогуливаемся по центру. Как хорошо, что нам сейчас не нужно на автобус, не нужно на трамвай, ехать домой. Мы можем сколько угодно здесь гулять, а потом пойти в отель. Ну что, пробуем в третий раз попасть внутрь половину восьмого вечера. Людей не вижу. В смысле, не вижу, где люди? Нет, в смысле, в очереди не вижу на вход. И нам сказали, что к восьми уже никого нет, а работать круглосуточно можно войти. Главное, прилично быть одетым. Посмотрите, как красиво подсвечивается вечером. Особенно эффектные минореты и чайки, которые парят в небесах в таком черном небе. У меня возникли некоторые проблемы с завязыванием платка, и Александр вызвался мне помочь. Он сказал, я знаю, как надо, сейчас сделаем. Скал, во, вот это красиво, элегантно, модно, шикарно. Оцените его старания. Валя, говорит, все, ты теперь принцесса. Если вдруг вы не выстояли очередь или не получилось зайти, ничего страшного, сейчас все исправим. На верстань. На входе обязательно покрываем голову и снимаем обувь. Есть такие полочки, куда можно положить свои кроссовки. Вау, какая красота. Она огромная. Вы посмотрите, какой купол. Как будто я в Риме, в пантеоне. Вау, и здесь такое эхо. Очень, очень красиво, мягкий, чистый ковер. Несмотря на то, что людей много, достаточно спокойно. Все дышит и так, древностью. Все такое старинное, красиво, подсвечивается, теплый свет. Ну, прям вау. Я думал, зачем сюда все идут? И теперь я понимаю. Ребята, это просто что-то невероятное. Посмотреть, какие масштабы, как высоко здесь находится купол. И он такой огромный. Я не знаю, видео передает? Масштаб просто того, насколько здесь все большое. Если вы здесь были, то я думаю, вы меня поймете. Это просто что-то нереальное. Как вообще построить такой купол в те времена из камня? Вы представляете, какая грандиозная работа проделана? Несмотря на то, что в Стамбуле частые землетрясения, то есть неустойчивая почва, все сохранилось в отличном виде. Представляете, как вручно строили? И сколько это денег, да? Представьте. Смотрите, какая большая, красивая люстра. Она свисает прямо с самого верха. Кстати, вот я думаю, сюда стоит приходить только днем, потому что солнечный свет будет все освещать, а нет, вечером здесь своя атмосфера. По-особенному тоже интересно, красиво. По времена Константинополя данный собор до 1453 года был эпицентром христианской жизни огромного региона. А когда эти земли перешли под власть Османской империи, собор превратили в мечеть. Кто знает, как называется эта достопримечательность? Ну-ка, кто у нас историк? В комментариях объясните, правильный ответ был лайки. О, еще один отдел сладости. Ребята, здесь тонны сахара и меда. Пойдем, дойдем. Посмотрим. Ой, пироженки, макарон, смлечь, тирамису, можно взять в контейнере, можно поесть прямо здесь, видите, в столике. Можно купить с собой, можно купить в подарок. Ой-ой-ой-ой-ой. Сам Себастьян. Очень вкусный вот этот десерт, попробуйте взять. Кстати, мне нравится, что во многих кафе есть такие обыгреватели, если ты сидишь на улице, то тебе тепло. Я стою сейчас около них и прям греть так хорошо. Мы не едем фрай. Нет, нет, это рис. Картошку нам не надо. Принес картофель фри, а мы, во-первых, не заказывали, во-вторых, не хотим. И я думаю, вот он сейчас придет, мы скажем, что это картофель? Он скажет, картофель фри, типа, бесплатный. Ну ладно, начнем его есть, а в счете окажется, что он стоит 40 лир. И мы спросим, вы же сказали, что картофель бесплатный, а он нам ответит, ну да, картофель фри, я так и сказала. Нам пришли салат. Давайте попробуем. А вы запасайтесь вкусненькими. Я вообще не представляю, как смотреть наши турецкие выпуски без еды. Мудрые наши зрители всегда берут, что это вкусное под просмотр. Ну и соленое. Я люблю турецкие салаты. Прекрасное дополнение мяса. Так, мое блюдо куриный шашлык. Не знаю, должен быть таким подгорелым. Выглядит неаппетитно. Вообще. Может он вкусный, на огне, наверное, жарливый. Чего это все горело? Попробуем. Я думаю, он вкусный будет промочен. Я уже расстроилась. Не люблю горел. Вкусно. Вообще вкусно. Хоть и выглядит сухим, но вообще вкусно. Очень классный маринад. Мясо сочное. Все такое соленое, перченое. Прям в турецком стиле, на огоньке. курица свежая, хорошая, мягкая. Не люблю, когда, знаете, дубовое мясо. Так много есть такой человек, который я люблю дубовое мясо. Ой, пройдите, мне прям пожестче, чтоб все в зубах. Не, прям легкий, сочный, нежный, отлично. Вот сейчас только срежу вот эту вот, мне не очень нравится, чтобы подгорел край. А так, очень вкусно. И у Саши тоже что-то. Ну да, у меня. Я думаю, тоже вкусно. Я думаю, то же самое на огне приготовленное. Это бедрышка. Да. Его развернули и тебе дали. Сейчас я попробую твое бедро и скажу к вкусу. Тоже вкусно. Мне кажется, то же самое, да, по вкусу? По вкусу одинаково. Все, приятного аппетита всем, кто ест. За вас. Будьте здоровы, богаты, счастливы и веселитесь каждый день. И приезжайте обязательно в Курцию, пейте турецкий чай. За вас. Все заведения, где мы сейчас ели, называется Breakfast Steak House. Вышло на 303 лиры. Я смотрю, в чеке картошка. Мы картошку не заказывали. Я говорю, картошка, вычеркнемся. Они вычеркнули без вопросов, получилось 235 лир. Мы пришли в местную кальянную. Хотим попробовать, как делать кальян в Турции. Можно я покажу просто ковш с углями и буду греться? Я не курю кальян, но Саша любит, поэтому... Ну, как люблю, я просто хочу попробовать, какой в Турции. Да, у настоящей турецкой кальянной. Да, вот смотрите, есть турецкий кальян 180 лир, есть Darkside, он 300 лир. Есть почти одни, мужики. Ну, да, и в общем, я решил попробовать турецкий, я знаю, что он будет не сильно крепкий, но я сейчас крепкий не хочу. Такие угли, реально угли. В общем, мы заказали кальян, такие здесь угли, посмотрим, какой он на вкус. В общем, попробовал кальян, как и ожидалось, достаточно легкий, если любит покрепче, то нужно брать Darkside. Классная такая кальянная, все сидят, своими делами занимаются, футбол смотрят, нарды играют, просто отдыхают, наслаждаются моментом. Прикольно, здесь атмосфера, никто на нас там не смотрит, никто нам ничего не говорит. Единственное, мы чай заказали, но что-то мы еще не принесли. Только я сказал про чай, и тут же его принесли. Чудеса. Так выглядит кальянная, что хорошо. Здесь есть табак Darkside, он крепкий, вот в Алане его нигде практически не найдешь, ни в одной кальяны нет, но только если там очень поискать, то где-то найдешь. В одной или в двух, как бы так говорили. А здесь вот мы в первую зашли, пожалуйста, любой табак. Так, вот эту... Там заняться 12 часов ночи, круто, молодец. Спорт, мир, труд, майл, да, кто-то колен курит, а кто-то вот отжимается на улице, молодцы. В общем, все вышло на 200 лир, это где-то 600. Даже там 190 лир, я 200 отдал, это получается 600 где-то рублей, а Darkside получается стоит 300 лир, это где-то 1000 рублей. Ну все, сейчас направляемся в наш отель, нам идти буквально 5 минут. Если этот выпуск вам понравился, если он хотя бы чуточку поднял вам настроение, то поставьте нам лайк, подписывайтесь на наш канал, пишите добрые комментарии, заходите в наш телеграм, там много тоже интересных фотографий и обсуждений. Увидимся в следующих выпусках, вас очень сильно любим. До новых встреч, пока! Пока!